Куда едем? Ну туда же, в сторону моей работы. Че делал? Че, че, че говорю? А? Говори громчато, я же не слышу никто. Глобально поезд нам работают. Я просто подробно начинаю рассказывать. Ну и че, звонился с пацаном и че? Он дал некоторые рекомендации. А у меня с дикцией, да, проблемы? Че-то заметил в последнее время. Да не могу сказать, что у тебя проблемы с дикцией. Но я там плохо слышу. У меня же это ухо-то. Не, вот я сейчас за незамерзайкой что-то заехал. Говорю, незамерзайку. Че, че, че? Говорю, незамерзайку. А сейчас. Че, че. 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 Ах, сегодня надо повторить Без проблем А, сегодня же нам банки привезут Будем массировать Банки, кстати, тоже очень хорошо Я дочитался, они так пластиковые Ничего страшного? Да, я знаю А, я думал, что они стеклянные Стеклянных сейчас нет Не занимался ничем Спина болит Ну, мы тебя баночками позанимаем Понятно Не, они хорошо тебе Подопытный кролик Почему? Ты меня будешь массировать тоже Хорошо Почему подопытный кролик? Нет Лабораторная крыса Да, ты не подопытный кролик Да Да Из канцелярской перешел в разряд подопытного Чего тебе? Не, ничего Все, как приходила ту же, которая на госслужбе Суде, на работу поехала Я говорю, что у вас карма такая по входу Да, да, они нормальные Он говорит, а без вариантов Без вариантов Без вариантов Без вариантов Ну, лучше, как бы не работать на госслужбе На госслужбе лучше не работать Просветов никаких? Он и говорит, он говорит, реально просвета никакого Ну, ему, понимаешь, ему пообещали, что он, типа, судилой будет Вот, да И вот он, говорит, тоже меня... Два года пообещают Ну, сколько не получилось Ну, скоро, скоро Пока он, по-он, и уйдет Вот это будет обещать Ну, вот он и говорит, да Говорит, я сижу Ну, это же у него брат психиатрический Там, а Маша все ко мне ходила Нет, там, где, да, в Ростове Я чувствовал, я знал, что вот Сюда можно, сюда можно Ждали, приглашали Ну, дуждались Здесь я пришел Ну, все понятно Все Ну, кому надо Ну, работа здесь тоже по знакомству Как-то, да Здесь тоже А в Ростове не по знакомству Ну, это вот я не знаю, как тебе удалось Это твоя красота и харизма, я могу тебе сказать Не, 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 не вот так ты головой маши, а так и есть Все хотят смотреть на прекрасное, лицезреть прекрасное Я тебе серьезно говорю, никто не хочет смотреть на уродов Реально Некрасивым людям им в работе сложнее идти Да, это серьезно говорю Во-первых, они знают, что они некрасивые Вот Это им добавляет неуверенность в себе Если ты чуть-чуть где-то колеблешься и какая-то неуверенность То есть все, тебя начальник будет топтать Это закон Нет Ну, в Москве так, я могу, честно Ну, куда, я вижу Ты здесь Я когда работала в стационаре Там же у нас заведующий был мужик, который просто, у него, знаешь, он трахал все, что движется, а все, что не движется Ну, у него был вкус определенный То есть он не всех подряд, да А вот определенный у него типаж был Мы с Пантюхиной под его типаж не подходили Вот Ему нравились такие повыше, но он сам очень высокий Он высокий и астеничный такой, худой И ему такие же нравились всегда Ему нравились худые, не больше 50 кг И вот все, кто такие были более-менее высокие и тощие Ну, это был капец Они в ординаторскую бегали, он их выписки тщательнейшим образом читал Наичательнейшим Вызывал, слушай, когда, ну, стоим что-то с Иркой там А Ирка ему нравилась, Ирка тоже такая худая Значит, вот стоим с ней Он ее, значит, начинает спрашивать что-то Она молчит Ну, просто я случайно там была Он ее и так, и так, и так Она стоит, она, она же бедная нервничает, не знает, что ему ответить А со мной он вообще, знаешь, так это, ну, типа, так по делу Потом он ее бесконечно гонял к себе Там, это же ходьба, понимаешь Вот он вызывает, и давай ей задавать дурацкие вопросы Ты-дым, 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 ты-дым А тут Пантюхина наша похудела очень сильно И стала, вот, с которой... Попала в категорию Да, да, она попала в категорию Она говорит, он меня не узнал на Новый год Я пришла на корпоратив Ну, что, там же в костюмах все ходят, как задроты, блин, нечесанные Ну, вот, но она у него отпечаталась, как пять лет назад, не в его категории А там жена все время за ним ходит Ну, потому что она, во-первых, четвертая И она знает, что это, Сережа может это... Ну, короче Она говорит, сидим на корпоративе Говорит, а он такой раз, говорит, на меня А второй, говорит, он меня не узнал Говорит, я даже не узнал Она пришла в красном платье в открытом Такая точенькая, с прической И он говорит Одну минуту Говорит, можешь тебя довезти? Ну, я говорю Ааа, пошел нахер куда довезти Гуля меня порвет Вот, понимаешь Вот, видишь, симпатия, ну, как бы вот Им сложнее работать, потому что он их бесконечно дергал Но он их не хотел отпускать от себя То есть, как бы, косяки он мог их там, знаешь Ну, прикрыть, что ли, я не знаю Ну, вот как-то так А Вика у него была Ну, она грузинка, во-первых, замужем Она ему, конечно, была втройне неинтересна Вот, она еще с академическими знаниями Она на кафедре работала Ну, это капец Она ему бесконечно статьи писала Понимаешь, как какие-то выступления, конференции Он знал же об этом раньше, чем все остальные Он обязательно что-то с ним в том больничный брал Тем не менее, что-то случалось И он звонил, говорит, что ретенгизма Статейку подготовьте Подготовьте отчет Подготовьте это Она такая, ёпта Я за бесплатно Выполняю его функции, реально А что там, за заведование Если ему нет, всего 5 тысяч доплачу В месяц Соответственно, если это неделя, то это полторы тысячи А работы там вообще просто немерено Вот он ей все-таки подставы устраивал Он там мог устроить любому доктору, в принципе Он меня тоже оставлял, значит Я говорю, не-не-не-не, Сергей Владимирович Я говорю, я не справлюсь, я дура-дура Я говорю, давайте это как кого-нибудь другого оставляйте Нахрен надо, блин Выписки этих дураков проверять Они там понапишут, эти врачи А ты сиди, читай потом Сказки У меня пациент был в марте Угу Угу Сегодня как мне пришел повторно Короче, у него там давление гуляло У него были сильные головные боли Что-то ему там, ну, видимо, совсем было средного Он, ему 46 лет сейчас Вот Ну, я не знаю, там курильщик, короче С гиперсповышенным давлением Вот это вообще пиздец Вот, потом у него в сосуде там Пляжка такая Ну, 35 процентов, в принципе, такая Немаленькая Короче, я вот напугала до такой степени Он курить бросил Я говорю, что нового Ну, пришел там обследование Хотел сделать Он такой Курить бросил Я говорю, ничего себе Я говорю, сколько не куришь Он говорит, да вот с марта я не курю Я говорю, ну, ты вообще молодец Он говорит, ну, что-то я как-то не захотела Судить получить Я говорю, ну, вот Я говорю, ну, так. Ну,ope, так. Ну, так. Ну, вон, вон Здесь LED А Она ее Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...